Уважаемые коллеги, мы все тут в сборе, наконец-то, несмотря на пробки. И я предлагаю начать очередную видеоконференцию. Сегодня у нас брифинг по нововведениям в российском миграционном законодательстве, организованной совместно с Федеральной миграционной службой Российской Федерации. Здесь у нас делегация из четырех человек с Федеральной миграционной службы. Новые правила пребывания и работы иностранных граждан в России в отношении мигрантов из безвизовых стран. Тогда сначала я дам слово представителям Федеральной миграционной службы, потом мы перейдем в режим вопросов и ответов. Итак, слово Людмиле Сейбановой из Федеральной миграционной службы. Пожалуйста, Людмила, на зеленую кнопочку. Спасибо за предоставление слова. Уважаемые коллеги, я приветствую вас от лица Федеральной миграционной службы. Хочу поблагодарить Всемирный банк, совместно с которым мы и проводим данный брифинг. Признательно за предоставление площадки для диалога. Хочу отметить, что сегодняшняя встреча проходит в рамках подписанного в июле 2012 года меморандума о взаимопонимании. Что хочу отметить, что начиная с 2009 года увеличился рост въезда иностранных граждан на территорию страны почти на 40%. 11 миллионов иностранных граждан сейчас находятся на территории Российской Федерации. Цель их пребывания различная. Это учеба, туризм и частные визиты. Но особую роль иностранцев составляют эмигранты, прибывающие к нам в поисках работы. В ежегодном послании Федеральному собранию президент России в качестве одной из наиболее острых проблем отметил нелегальную миграцию, которая отчасти является следствием больших потоков иностранной рабочей силы в России. Бесспорно, российская экономика нуждается в иностранных гражданах. Но в рамках реализации концепции государственной миграционной политики принят ряд законов, направленных на противодействие данного феномена. Только за прошлый год принято 27 законодательных актов, в той или иной мере регулирующих правоотношения в области миграции. Нововведения, действующие с 2014 года, также регулируют порядок пребывания в нашей стране иностранных граждан, а также предусматривают ответственность за нарушение миграционного законодательства. Комитетные специалисты службы сегодня кратко осветят основные изменения в миграционном законодательстве, касающиеся внешней трудовой миграции и незаконной миграции, а также постараются ответить на все интересующие вас вопросы. В этой связи позвольте мне ознакомить вас с составом нашей делегации. Ее представит Дутов Павел, заместитель начальника отдела нормативно-методического обеспечения Департамента по организации работы с иностранными гражданами. Это Абрегов Камбалат, соведник, мониторинг и организация исполнения административного законодательства Департамента по организации работы с иностранными гражданами. И Доронин Романов, советник отдела мониторинга и взаимодействия с органами государственной власти и управления законопроектной деятельностью. Коллеги, желаю всем плотворной работы. Спасибо большое, Людмила, за ваше четкое краткое вступление. Мы решили, что самая главная площадка будет отдана, конечно же, нашим площадкам в других странах и коллегам из Федеральной миграционной службы, которые лучше всех знают, что происходит в данной сфере. Я предлагаю перейти в алфавитном порядке к странам и задавать вопросы любые, которые вы хотите. Давайте начнем с Армении, Ереван. Пожалуйста, вам слово, ваши соображения и вопросы, надеюсь, ответы. Ереван, пожалуй. Добрый день. Приветствуем всем и спасибо за эту предоставленную возможность, потому что нововведения, которые вступили в силу с января этого года, очень в связи с этим во всех, думаю, странах СНГ возникли большие проблемы. И сразу я перейду к нашим вопросам. Первый вопрос связан с теми лицами, въезд которых в Российскую Федерацию не разрешен. На сайте Федеральной миграционной службы был открыт ресурс, который предоставляет возможность, чтобы сами мигранты могли удостовериться, их въезд открыт или нет. Но в последнее время к нам очень часто обращаются наши граждане с проблемой того, что у них был запрет, но недавно они обнаружили, что их въезд разрешен. И они, значит, покупают билеты и стараются въехать в Россию. Но, опять же, на границе они имеют проблемы и их возвращают назад. Пожалуйста, разъясните, с чем это связано и как быть нашим гражданам в этой ситуации. На что они могут ориентироваться? Спасибо. Поясню ситуацию. Вопросы, значит... Давайте мы сразу ответим. Степан, один вопрос касательно регламента. Мы как задаем один вопрос-ответ или зададим все вопросы по площадке, и потом услышим общий ответ на них? Нет, мы будем вопросы с площадки и вопрос-ответ в таком вот режиме. Как только вопрос исчерпается, перейдем к следующей площадке. Знаете, у нас еще есть вопросы у других коллег, поэтому... Да, потом вам дадим слово. Не волнуйтесь. Тигран, пожалуйста. Постараюсь пояснить. По проблеме работы информационного ресурса пояснить я не смогу ничего, потому что я не отношусь к отделу информационного обеспечения ФМС России, который за это отвечает. Но во избежание таких ситуаций, когда граждане иностранного государства попадают в такую ситуацию, что приезжают, не зная, находятся они в числе лиц, въезд которым запрещен на территорию Российской Федерации, необходимо сделать запрос в федеральную миграционную службу. И тогда будет точный ответ, находится ли у каждого гражданин в числе лиц, въезд которым не разрешен на территорию Российской Федерации. Если находится, то по каким основаниям и какой период неразрешения въезда. Если вдруг решение о неразрешении въезда отменено, то будет также предоставлена информация о причинах отмены и с какого периода указанный гражданин уже может приехать. Я извиняюсь, запрос куда? ФМС. Фактически, ФМС в Москву или в представительство? Если есть информация о том, какой территориальный орган ФМС России и принимал решение о неразрешении въезда, самый скорый способ получения информации будет обращение в тот территориальный орган. Если нет информации о том, кто вынес решение о неразрешении въезда, то обращение адресуется в Федеральную миграционную службу Российской Федерации. Понятно, спасибо большое. Еще есть вопросы? Прошу прощения, но, наверное, мой вопрос был понят не очень правильно. Я имела в виду следующее. Этот ресурс позволяет всего лишь увидеть, въезд разрешен или нет. Никакой другой информации там не существует. Если человек видит, что его въезд закрыт, а через неделю эта система показывает, что его въезд уже открыт, и он просто думает, что ему разрешен въезд. И на этом основании он покупает билеты и приезжает в Россию. Речь идет об этом. И люди не знают, как быть, на что ориентироваться, с чем связана вот такая неразбериха в этой системе. Это стоит мнение. Пишите запрос. Кому писать запрос? Федеральную миграционную службу России. Ответ приходит через 40 дней минимум. Если приходит. Если приходит. Я хочу писать. Павел Дутов ответит, пожалуйста. Коллеги, Вереване, выключайте микрофон только, хорошо? Просто вопрос в том, что это не совсем компетенция нашего департамента. Наш департамент не отвечает за работу сайта ФМС. Поэтому мы говорим о том, что самый верный способ – это направление нам обращения. Мы по своим базам, наши сотрудники посмотрят и точно могут дать информацию. Просто за ту информацию, которая есть на сайте, это не вопрос нашего департамента. Поэтому мы сейчас пояснить, как работает ресурс ФМС на сайте, но мы не можем. Это не совсем наша компетенция. Запрос можно присылать как в электронном виде через сайт ФМС на электронную почту. Все обращения у нас рассматриваются в соответствии с законом о порядке рассмотрения обращений граждан. И в установленном законном срок даются ответы на эти обращения. Соответственно, если в электронном виде направленный запрос, мы отвечаем в электронном виде. Если запрос отправлен на бумажном носителе, то направляем в адрес заявителя. Соответственно, ответ на обращение. Спасибо большое. Коллеги, Вереване, еще, пожалуйста, вопросы. Есть, конечно, есть. Ну, представлюсь, Рубен Яганян, демограф, занимающийся проблематикой также иммиграции. Во-первых, я хочу еще говорить о предыдущем вопросе. Тут получается какая-то чехарда. Человек, ему срочно нужно в Москву по каким-то своим делам. Он проверяет, ему въезд разрешен. Оказывается, в Москве ему говорят, нет, там в системе есть какой-то сбой, не знаю, вам не разрешен въезд. Идите обратно. Это сейчас реальные живые люди. И с ними вот поступить так. Вы не можете, а кто может на этот вопрос ответить, почему система не действует достаточно квалифицированно и ответственно? Это раз. Второй вопрос. Вот в связи с этим переходом, в связи с тем, что вот введено то, что система может опознавать, идентифировать всех тех, которые нарушили, значит, миграционное законодательство России. Сейчас 220 тысяч примерно граждан Армении, им, значит, так или иначе, значит, неразрешен или заблокирован вход в Россию. Но это для нас огромная проблема, для республики, потому что в основном это трудовые мигранты, которые, в общем, обеспечивали свое средство существования себя и своей семьи путем работы в России. Я знаю, что вот какие-то процессы там идут между, значит, компетентными органами Армении и России. Какова ситуация? Какие вы видите решения вот этой сложной проблемы? Или надо дождаться, пока вот будет таможенный союз и вот это, само собой, как-то вот эта проблема растворится? Можете ответить? Спасибо. То количество граждан, которые вы указали, не может въехать на территорию Российской Федерации в связи с тем, что данная категория граждан нарушила законодательство Российской Федерации. По тем или иным основаниям. Поэтому рассмотреть вопрос о разрешении им въезда можно только в частном порядке. Каждую отдельную ситуацию надо разбирать. Объем большой. Но других оснований для отмены ранее принятого решения о неразрешении въезда, который принят в соответствии с законом, мы не видим. Есть основания для открытия въезда, так сказать, нарушителям. Это наличие родственников на территории Российской Федерации, близких, который определен также законом Российской Федерации. А в других случаях в рекомендации не нарушать законодательство, чтобы не попасть в число лиц въезд, которым не разрешен. Других оснований пока не видим. Спасибо. Родственников. Какие имеются в виду родственники? Чуть-чуть поясните, пожалуйста. Супруг, дети. Супруг, дети, да? Родители, там, не знаю. Вот так? Наиболее близкие. Близкие родственники, они категория родственников определена законом. Это родители, дети, супруг. Все. Родители туда не попадают. Нет. Спасибо большое. Коллеги Вереване, пожалуйста, еще вопросы. Я думаю, что... Ну, как бы делегация федеральной миграционной службы имеет, как бы, свои департаменты здесь представлены, поэтому просьба по работе системы такие сложные вопросы не задавать, просто люди не знают. Ничего страшного. Добрый день всем. Павел Шалович, Международная организация по миграции в Москве. Насчет вот этой неразберлихе, про которую говорят коллеги из Кишинева, я, может, не владею полностью информацией, но здесь, наверное, можно было бы обратить внимание на факт, что вот этот web ресурс, который есть у федеральной миграционной службы, он отвечает за запреты, которые внесены по линии ФМС из Яниш-Биос. А без закона предусматривает, что там есть ряд других ведомств, которые тоже могут вносить запрет. И эта информация сливается не в базу данных ФМС, если я в курсе, а в базу данных ФСБ, да, Федеральная служба безопасности пограничников. Я не слишком быстро говорю. И вот это может быть причиной той, как бы, ситуации, где вот человек заходит на web ресурс федеральной миграционной службы и там видит, что у него везд не запрещен, потому что по линии ФМС у него нарушений не было. А если были нарушения по линии, не знаю, ГИБД, там, налоговые, Роспотребнадзора, да, МВД, тогда, естественно, уже, как бы, Федеральная миграционная служба может даже не иметь этих сведений. Естественно, в своей базе данных у человека нет. И вот тогда приходим к ситуации, когда человек по линии ФМС проверился, хотя там внизу написано, что это есть сведения только по линии ФМС, да. А у пограничников есть база данных, и вот тогда человек приезжает, и несмотря на то, что ФМС в базе данных он не числится, он числится в базе данных ФСБ. Поэтому, может, это есть причина, да, одна из причин, да, почему вот как-то есть нестаковка между одном и вторым делом. Но, к сожалению, я не знаю, есть ли доступ такой, как бы, онлайн, да, как бы общий к базе данных ФСБ. Насколько, да, насколько вот по нашему МОМовскому опыту мы делаем только это вписываемый вариант, и это длится чуть даже дольше, чем по линии ФМС, в плане получения ответа. Поэтому, ну, пока вот так. Спасибо большое, Павел. Коллеги в Ереване, пожалуйста, еще вопросы. Мы подождем пока что. Спасибо за вашу ответ. Мы тоже подключимся. В Казахстан... Ну, давайте мы предложение потом сделаем. Сейчас давайте дадим слово площадкам, потом посмотрим по времени. Казахстан, Алма-Ата, пожалуйста, если у вас вопросы, выступление. Степан, здесь я, Наргиз Азизова, он женщина и представитель из ОВКБ ООН. Других партнеров у нас сегодня нету, но у нас были тоже вопросы по спискам. Я думаю, нет смысла сейчас повторять, если у нас нет ответа пока на них. Спасибо, Наргиз. Тогда дальше мы переходим в Кыргызскую республику. Бишкек, вам слово. Добрый день, уважаемые коллеги. У нас есть вопрос. Очень в последнее время наши граждане сталкиваются с такой проблемой по пребыванию на территории России. То есть, если раньше они могли пребывать в течение трех месяцев и потом выезжали из страны и потом повторно могли в любое время заезжать, то сейчас многие из них столкнулись с такой проблемой, что при повторном въезде им запрещается въезжать на территории России. И обосновывается это тем, что в течение года можно лишь дважды по общей сложности не более 180 дней находиться без регистрации. Вот не могли бы вы прояснить, в чем особенность и в чем необходимость этой процедуры? Я поясню этот вопрос. У нас в прошлом году, 28 декабря прошлого года, 389-м федеральным законом внесены изменения в закон 115-й, это о правом положении иностранных граждан в Российской Федерации, и в закон 114-й, это о порядке въезда и выезда в Российской Федерации. Указанным федеральным законом предусмотрено, что непрерывный срок временного пребывания иностранного гражданина, прибывшего в Российской Федерации в порядке, не требующего получения визы, не может суммарно превышать 90 дней в течение каждого периода в 180 дней. Соответственно, закон издан, и мы со своей стороны выполняем требования федерального закона. Соответственно, со стороны ФСБ, по огранслужбе ФСБ, они также выполняют требования этого закона. Закон есть, и изменения вступили в силу, поэтому мы их выполняем. А в чем вообще сущность, необходимость ограничения повторного въезда? Можете как-то прояснить? Мы понимаем, что закон принят, его надо исполнять, а вот именно необходимость таких мер? Зачем такие изменения приняты? Ну, это не совсем наша компетенция говорит о тем, зачем это сделано. В пояснительной записке законопроекта было написано о том, что это необходимо сделать для совершенствования порядка пребывания на территории Российской Федерации иностранных граждан, прибывших в порядке, не требующем получения визы. Приводилась аналогия с теми иностранными гражданами, которые пребывают в Российской Федерации в порядке требующих получения визы, у которых виза также выдается с условием 90 дней в течение каждого периода 180 дней. Но здесь мы говорим только о тех иностранных гражданах, которые приезжают, допустим, с целью туризма, с частной целью. Но если иностранный гражданин приезжает на более долгий период времени, допустим, для осуществления трудовой деятельности, то он может получить в установленном порядке разрешительные документы на право осуществления трудовой деятельности и, соответственно, таким образом продлить срок времени пребывания, и он будет находиться более года здесь. Если он высококвалифицированный иностранный специалист, то он может находиться здесь 3 года с возможностью неоднократного продления и находиться здесь столько, сколько он будет здесь работать. Поэтому проблема с длительным пребыванием здесь, если трудовая деятельность, трудовая деятельность, длительное все-таки пребывание территории Российской Федерации, то закон позволяет продлить срок времени пребывания на законных основаниях и здесь находиться. Спасибо. Спасибо. Еще один вопрос. На днях у нас в Бишкеке была делегация от представителей ФМС России и паспорт-сервис, если я не ошибаюсь, называется «Структурное подразделение». И они давали пресс-конференцию, и было озвучено, что до середины этого года в Крылстане будет открыт филиал паспорт-сервис. И якобы, что уже с этого года граждане Крылстана смогут подавать все документы для получения расширительных документов уже в стране своего постоянного проживания. И, ну, осталось, как бы, многие не поняли, будет ли выдаваться расширение здесь, то есть в Крылстане, или все-таки расширение будет получаться уже по приезду в Россию. Не могли бы вы тоже прояснить этот вопрос? По выдаче разрешения на работу. У нас по норме закона, по 115-му закону о правом положении иностранных граждан, там указано, что вот для граждан, прибывших в безвизовом порядке, то есть, соответственно, граждане Кыргызстана прибывают там в безвизовом порядке, им разрешение на работу выдает либо ФМС России, либо его территориальный орган. Потому что, соответственно, все наши территориорганы, и мы находимся на территории Российской Федерации. Поэтому разрешение на работу, соответственно, выдаем мы. Спасибо еще. Вот видите, вот очень сейчас в СМИ и у нас в Крылстане очень много информации появляется и по миграционным изменениям. И, если честно, мы иной раз не знаем, какой информации верить, какой не верить. Вроде официальные представители вчера приезжали, давали пресс-конференцию, и во всех интернет-порталах эта информация была размещена. Я вам, Степан, наверное, вышлю эту статью о вчерашней пресс-конференции. И, если можно, уточните, потому что, как сейчас коллега сказал, что никаких изменений по выдаче решительных документов, если не предусматривается, то непонятно, где здесь истина. И еще один вопрос как раз относительно информации появившейся СМИ о возможном скором изменении в законодательстве по выдаче гражданства Российской Федерации. У нас среди населения тоже эта информация активно муссируется, что якобы Россия планирует внести такие изменения, что жители, граждане стран СНГ, которые владеют русским языком, смогут в упрощенном порядке получать российское гражданство. Тоже не могли бы прояснить? Это не совсем так. В принципе, закон такой у нас вышел 20 апреля. Это 71-й федеральный закон. И там гранит... Действительно, для носителей русского языка, лиц, которые будут признаны такими носителями, свободно владеют в такой... в повседневной жизни пользуются русским языком, для них действительно будет упрощенный порядок принятия в российское гражданство, но ограничен этот круг лиц теми лицами, которые уже проживают, иностранные граждане, которые проживают уже в Российской Федерации, либо их родители и там дедушки, бабушки, то есть прямые их предки по прямой линии проживали на территории нынешней, вот современной территории Российской Федерации. То есть страны СНГ не попадают под эту категорию. И если только этот гражданин не сможет доказать, что, допустим, его родители проживали на территории современной Российской Федерации, то есть, допустим, они проживали там на Урале или в Москве и потом переехали в одну из республик Советского Союза. Это документальное какое-то подтверждение должно быть, и все эти документы будут рассмотрены в специальной комиссии. Спасибо большое, нет вопросов. Спасибо большое, Нордин. Тогда мы переходим в Молдову, Кишинев, ваши вопросы, соображения. Здравствуйте, коллеги. Мы хотели бы поддержать пояснение Павла насчет множества организаций, которые вносят запрет на въезд. И нас интересует, предусматривается ли объединение всей информации в одну информационную систему. Потому что, как нам разъяснила госпожа Рощина, представитель ФМС при посольстве Российской Федерации в Кишиневе, что существует 11 таких ведомств, которые имеют право на внесение запрета на въезд по нарушениям законодательства Российской Федерации. В том числе нарушение правил дорожного движения. Поэтому вот такой вопрос. Потому что мы сталкиваемся с теми же проблемами, с которыми сталкиваются и Армения, и Кыргызстан, и, наверное, другие страны. По нашим данным, то есть по данным ФМС, для нас внесли запрет на въезд около 240 тысяч граждан, которые были, то ли работали, то ли там проживали и не зарегистрировали свое пребывание. И бывают такие случаи, которые, вот, например, отец не может выезжать для того, чтобы объединиться с своей женой и с ребенком, потому что получил запрет на въезд, что не заплатил вовремя налог или другие нарушения законодательства. Поэтому предвидится ли объединение в одну информационную систему вот такая всеобъемлющая вот информация. И еще насчет вот гражданства. У нас тоже при получении гражданства у нас такая информация была на сайте ФМС, представительства ФМС России в Молдавии, что достаточно, чтобы гражданин или его родители, или предки, что они прожили в бывшем Советском Союзе, а не настоящей территории России. Разъясните, пожалуйста, еще один раз, потому что, я не знаю, может быть, какой-то коммунике написать для всех, чтобы было ясно. И, может быть, еще мои коллеги, вот, потом будут другие вопросы. Спасибо. Ну, действительно, первоначальный текст к первому чтению, когда рассматривался этот законопроект еще, там была некоторая неопределенность такая лингвистическая. Это вызвало бурю различных обсуждений, и критических, и, наоборот, апологетических к этому законопроекту. И из-за этого такой информационный вал, он, видимо, запутал людей. Потому что ко второму чтению редакция была изменена, и там была оговорка специально, это Комитет Государственной Думы по Конституционному законодательству и государственному строительству, они проговорили этот момент, очень точно определили, что, то есть, проживавшие на территории Российской империи или СССР, ну, далее шла оговорка в пределах государственной границы Российской Федерации. То есть, на момент издания закона 20 апреля, вот какая граница, это сделано, ну, во многом еще так же во избежание каких-то внешнеполитических сложностей, потому что, не думаю, что все государства восторженно бы отнеслись к такой практике. Ну, в общем, вот и все. А насчет объединения информации, вот, из других ведомств? Я сейчас попробую пояснить по поводу вашего вопроса. В миграционной службе, в базе, то есть, в информационном ресурсе Федеральной миграционной службы, как уже говорили ранее, содержится информация о неразрешении въезда инициатором, которого являются территориальные органы, либо сам ФМС России. Так как в соответствии с законодательством Российской Федерации принять решение о неразрешении въезда либо нежелательности пребывания на территории Российской Федерации имеют право определенный перечень органов исполнительной власти Российской Федерации, информация полная стекается, как уже говорили, в базе данных Федеральной службы безопасности Российской Федерации пограничного контроля. Естественно, всю информацию обобщенную можно получить только там. Но у нас нет доступа проверить у людей. И так получится, что вы говорите, что пишите письма. Вы представляете себе 240 тысяч человек, которые будут вам писать письма для выяснения, разрешен ли въезд им или нет? Если нет доступа к информации, чтобы проверить. Это большой объем работы. Естественно, доступ к базе ФСБ России никто предоставлять не будет, открытый. Поэтому единственный способ получения информации о наличии ограничений на въезд в Российскую Федерацию это является письменное обращение. Все. Еще один запрос. Можно? Можно? Да. Нет, подскажите. Ну, ионкиз. Ионкиз, что есть в орхитетском классе. В законе рассмотрения обращения граждан указано, что на каждое обращение дается ответ. То бишь, вот тот исполнитель, который готовит документы, он проверяет по базе данных информацию о закрытии въезда, подготовил ответ, ответ подписан, ушел. Вот на этот момент в базе данных информации нет. Но в базе данных может появиться информация через неделю, через две, через три. На тот момент, когда должностное лицо, уполномоченный, приняло решение о закрытии въезда. Вот наши террорганы приняли решение, в базе данных информация есть. Интеграционный центр миграции, закон Джураева. Скажите, ФМС может проявить инициативу вот этим 11 ведомствам, чтобы информация была в миграционных службах стран исхода беженцев? Чтобы эта информация туда попадала не беженцев, а для меня они сейчас как беженцы. Вот, да, это трудовой мигрант может обратиться, наверное, если вы инициативу проявите, в свою миграционную службу и получит тот ответ, о котором говорила Молдавия. Что да, вы можете въехать или не можете въехать, но это будет консолидированная информация. Это не будет информация только одного ФМС. Чтобы люди знали, что они не потратят огромные деньги, их не вернут обратно домой. Спасибо за вопрос. Несомненно, он очень интересен. И вообще, в целом, хочу отметить, что мы его проработаем внутри ведомственного. Вы понимаете, что нужно привлечь достаточно много специалистов, комитетов в сфере информационно-аналитического инструментария службы. То есть ваш вопрос мы передадим профильным председателям. Я его зафиксировала. Я поняла. Да, я поняла, что этот вопрос еще прозвучал уже не один раз в сегодняшнюю встречу. Мы его передадим профильным председателям. Спасибо, коллеги. Все-таки я предлагаю в Москве немножко потерпеть с вопросами. Давайте дадим слово Кишиневу. Еще ваши вопросы. Спасибо. Скажите, пожалуйста, при рассмотрении запроса ФМС, соответственно, запрашивает все остальные службы, которые имеют право наложить запрет на въезд? Или оно дает ответ только по ФМС? Спасибо. И какой срок получения ответа? Естественно, ФМС предоставляет информацию только о себе, как инициаторе неразрешения въезда. Срок рассмотрения запроса, он установлен федеральным законом 59-м и составляет 30 дней. Но в случае, если есть необходимость уточнения каких-либо данных, он может быть продлен еще на 30 дней. Поэтому, в принципе, желательно при обращении граждан указывать полные данные свои, дату рождения, фамилии, имя, отчество, паспортные данные, чтобы потом не было затягивания в рассмотрении обращения. Извините, еще. Значит, получается, что еле на сайт посмотреть, есть ли запрос, потому что тогда, получается, нет смысла писать письменный запрос, раз вы не в состоянии или не можете получить ответы от других служб. Потому что, если человек обращается в федеральную миграционную службу, для получения информации о разрешении на въезд, значит, наверное, если он получает от государственного органа ответ, значит, он должен дать ответ на разрешение на въезд на территорию Российской Федерации. Потому что, получается, что надо обратиться ко всем службам тогда, и как получить тогда правильный ответ, иметь человек право объезжать или не иметь право объезжать? Потому что, как вы сказали, в службу без... в ФСБ не обратишься, налоговая не даст ответ, я не знаю, другие службы должны... ну, люди, соответственно, не знают, куда обращаться. Писать 11 писем или как быть? Ну, я попробую еще раз повториться, что ФМС России предоставить информацию о наличии ограничений на въезд, принятых другими органами исполнительной власти Российской Федерации, не может, потому что это не компетенция ФМС России. И эту информацию вы можете получить либо в том органе, который имеет право вынести такое решение, либо в Федеральной службе безопасности Российской Федерации. То есть, рациональнее писать сразу же в ФСБ? Ну, это другой вопрос. Они будут пересылать, в случае, если они не являются инициатором, они пересылают указанное обращение органу, инициировавшему неразрешение въезда. То есть, они знают, какой будет орган? Ну, раз база у них находится. У них общая база. Спасибо. Я хотел бы еще пояснить по этому поводу. У нас законопослушным иностранным гражданам не стоит совершенно беспокоиться. Мы закрываем въезд только тем иностранным гражданам, которые совершили определенные нарушения нашего законодательства. То есть, если иностранный гражданин не нарушает нашу законодательство, то ему и не стоит беспокоиться о том, что ему закроют въезд в Российской Федерации или вынесут в отношении него решение неразрешения въезда. То есть, те случаи, которые происходят, когда въезд закрывается, но это не совсем законопослушные иностранные граждане. Поэтому для большинства иностранных граждан совершенно не стоит беспокоиться о том, что они приедут в Российскую Федерацию и их вдруг не пустят. Коллеги, можно? Вот немножечко откомментирую. Может быть, удастся как-то снять. Кобит Сергей Вячеславович, директор Международного департамента Российского Красного Креста, координатор по вопросам миграции. Вот всех коллег хочу как бы настроить на такой момент. Здесь действительно вопрос первичного пересечения границы, он находится в компетенции Федеральной пограничной службы. Здесь правы коллеги с Федеральной миграционной службы, что по тем мотивам, которые входят в их компетенцию, да, они располагают базой данных о запрете или отсутствии такового запрета на пересечении границы. Но здесь, поймите, возникать может любой вопрос. Пересекает гражданин границу, и офицеру Федеральной пограничной службы не нравится фотография, соотношение, значит, лица пересекающегося с фото, печати, там, или, ну, у него возникает подозрение по поводу паспорта. Они всегда сканируют паспорта, сразу у них выбивает вся база данных, долги, Интерпол, прочее, 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 судебный, ну, я точно не знаю, но у них вся система, по которой человеку может запрет. Коллеги с Федеральной миграционной службы, Федеральная миграционная служба не является первичным звеном, которое пропускает человека через границу Российской Федерации. Вы вначале проходите к офицеру пограничной службы. Поэтому здесь, и вот Павел уже отмечал этот момент, здесь действительно комплексный момент, и это вопрос компетенции Федеральной службы безопасности в большей степени. Если можно, быстро ваши вопросы, дальше мы опять коллеги. Да, у меня вопрос очень короткий. Информируется ли вот гражданин иностранного государства, который каким-то образом чего-то нарушил, и теперь у него нет права въезда, о том, что у него теперь нет права въезда? Или это случается, как бы вот случилось, а человек об этом никак не знает? О решении неразрешения въезда законом не предусмотрена обязанность Федеральной миграционной службы информировать. Оно выносится заочно. Но об этом он может узнать при пересечении границы Российской Федерации. Его уведомляют письменно при выезде, либо при въезде, что было принято решение Федеральной миграционной службой о неразрешении вам въезда в связи с и нормой закона ссылку. То есть человек, выезжая из Российской Федерации, проходя паспортный контроль, узнает, что он не сможет въехать. Правильно я понимаю? Да. В любом случае, если на него наложены какие-то вот такие ограничения по въезду. Я сейчас говорю как бы за миграционную службу, да, и с инициатором, как бы я других не знаю, но к нам часто обращаются с уведомлениями от пограничников, которые они получили при выезде, где написано, что вам въезд на территорию Российской Федерации не разрешено. То есть в момент выезда человек может... Для меня просто вопрос такой, что, ну, грубо говоря, я вожу машину в России, да, где-то я нарушила правила дорожного движения, до меня еще не дошел штраф, я его еще не могла оплатить, я выезжаю, я узнаю о том, что я не смогу въехать, пока не оплачу штраф, Если решение о неразрешении въезда принято до вашего выезда, вы об этом узнаете? Ну, если оно принято после того, как вы уехали, естественно, вы не узнаете. Понятно. Спасибо, коллеги, давайте мы вернемся в Кишинев. Еще вопросы из Кишинева. В Республике Молдова мы создали единую информационную систему, в которой подключены и Министерство внутренних дел, и пограничники, и регистр населения, и агентство занятости, то есть все службы, службы безопасности, короче, все службы, которые занимаются вопросом миграции. И любая из этих служб может получить информацию об иностранном гражданине, проживал ли он, имел ли вид на жительство, работал, учился, имеет запрет на въезд, сколько времени он находился на территории Скулыки Молдова. Имея в виду, что очень много иностранных граждан имеет запрет на въезд, и, как я понял, практически это невозможно получить информацию, только при въезде на границу может быть целесообразно создать единую информационную систему, все же таки. Спасибо. И еще хотим уточнить, что вот те, то число граждан, которые получили как бы запрет на въезд на территорию Российской Федерации, они не были уведомлены при выезде. Никто ничего не знает. Если он нарушил, например, правила дорожного движения, его включили и не заплатил, или заплатил штраф не вовремя, так он должен сейчас думать, пропустят или не пропустят. Ни о каком уведомлении, в том числе и письменном, никто не получает. Тогда у меня тоже в этой связи вопрос, есть ли какая-то процедура оспаривания этого решения, обжалования оспаривания. У нас действующим законодательством предусмотрено, что любое решение должностного лица, то бишь должностного лица территориального уровня Федерального миграционного службы, вот в нашем случае, может быть оспарено либо в суде, либо в вышестоящем должностному лицу. Мы достаточно значительное количество получаем жалоб на решения наших территориальных органов, мы их рассматриваем и принимаем соответствующие решения. Либо суд при рассмотрении дела, соответственно, может принять также решение. Либо отменить наше решение, либо оставить сеть. А если нет такого решения, как его оспаривать? И потом нет, есть запрет на въезд. Как оспаривать? Объясните, пожалуйста. У нас законодательством, которое предусматривает судопроизводство, предусмотрены различные возможности для оспаривания решений. В том числе есть институт адвокатуры и институт доверенных лиц. Я так понимаю, если человека не впускают, ему дадут какую-то бумагу на границе, да? Не дадут. Решение о закрытии въезда может быть принято и после того, как иностранный гражданин выехал в Российскую Федерацию. Если он пытается въехать назад, его не пускают, получит ли он какую-то бумагу, чтобы потом идти в суд? Или нет? Вопрос в том, что мы не можем отвечать за деятельность погранслужбы. Поэтому мы не можем говорить о том, что выдается ли имя, какие-то либо документы о том, что я закрыт, или не выдается. Это вопрос не совсем наш. Кишинев, еще, пожалуйста, ваши вопросы, если есть. Мы уже выяснили. Спасибо. Спасибо большое. Тогда мы переходим в Таджикистан. Душан Б., пожалуйста. Душан Б., ваши вопросы. А может быть микрофон не включен? Мы вас не слышим. Хорошо. Тогда Узбекистан, Ташкент, ваши соображения, вопросы. Добрый день, уважаемые коллеги. Прежде всего, хотелось бы поздравить всех с наступающими майскими праздниками, пожелать всех благ и всего доброго. У нас два вопроса небольших. Прежде всего, вот сейчас я услышала цифру, что 220 тысяч из маленькой Армении имеют запрещение на въезд в Россию. И в связи с этим мне хотелось бы узнать, каковы вообще масштабы, вот в целом по России, каковы масштабы запрещения на въезд. И в частности, если можно, а сколько человек из Узбекистана не имеют права на въезд в Россию в данный момент, или на начало года, предположим, ну на какую-то дату, какая есть информация. И в продолжение этого я просто вот слушаю дебаты, которые с площадок идут. Скажите, пожалуйста, а вот все-таки миграционный сезон начинается весной, кончается осенью. И можно ли было бы к началу сезона в какие-то службы республиканские такую информацию направить, что вот такие-то лица не имеют права вот в этом сезоне ехать в Россию на работу? Это первый вопрос. А второй вопрос. Вот есть между Узбекистаном и Россией соглашение о сотрудничестве в области трудовой миграции от 2007 года. И, насколько я знаю, в рамках этого соглашения было обговорено об открытии агентства ФМС или какой-то службы представительства ФМС в Ташкенте. Ну, уже вот 6-7 лет прошло с тех пор, и ничего не открыто. Есть ли вообще какие-то задумки насчет того, все-таки из Узбекистана идет очень большая, как говорится, масса трудовых мигрантов, и это было бы совершенно неплохо. Спасибо. К сожалению, информации о количестве лиц, въезд которых на территорию Российской Федерации, не разрешен. У нас такой информации нет, потому что объем довольно большой. Именно по Узбекистану. Да, поэтому, в принципе, если эта информация интересует, можно обратиться письменно. О количестве информации можно будет предоставить. А вот о каких персональных данных, кому именно не разрешен въезд в Российскую Федерацию, предоставляться не будет, потому что в Российской Федерации действует закон о защите персональных данных. Эта информация будет предоставляться непосредственно лицу, который будет запрашивать эту информацию. Людмила Петровна, добрый день. Всего закрыт въезд там чуть более 700 тысяч. И это не 220 тысяч, конечно, граждан Армении. Это была цифра озвучена, что они в группе риска, потому что это слишком много. Это не значит, что им закрыт въезд. Это потенциально. А поскольку из этих 700 тысяч большинство, это, конечно, Узбекистан по странам, ну, то есть примерно 300-400 тысяч. Порядок я точно... Они периодически всплывают, эти цифры. Ну, вот примерно такой порядок из Узбекистана. На сегодняшний день это 700 с лишним тысяч. Спасибо, да. Спасибо большое. Спасибо. Тогда мы переходим. Украина, Киев, ваши соображения, вопросы? Извините, а насчет агентства. Вы что-то можете сказать? ФМС, представительство ФМС в Ташкенте. Об учреждении представительства ФМС. Спасибо за вопрос. Как вы знаете, в ряде стран Содружества действует, функционирует представительство. И в Молдове представитель. Что касается представительства на территории Узбекистана, я, к сожалению, некомпетентна. У нас есть отдел в структуре моего управления, который занимается этими вопросами, а именно отдел по работе с представительством ФМС России. Ваш вопрос я также передам в отдел коллегам. Спасибо. Спасибо большое. Всего доброго. Спасибо. Пожалуйста, ваше выступление. Здравствуйте. Здравствуйте. У нашей площадки такой вопрос по поводу языковых экзаменов. Объясните, пожалуйста, процедуру и куда нужно обращаться людям, чтобы сдать такой экзамен, когда будет в действии введено это положение и так далее. Я поясню этот вопрос. У нас в настоящее время уже в 185-м федеральном законе, который был в 2012 году издан, с 1 декабря 2012 года предусмотрено предоставление документов, свидетельствующих о знании русского языка. В случаях, если иностранный гражданин хочет осуществлять трудовую деятельность в жилищно-коммунальном хозяйстве, в розничной торговле, да, в розничной торговле, вот. Такой экзамен принимается, выдается сертификат о знании русского языка. В 73-м, 74-м законом, который был издан не так давно, предусмотрена необходимость подтверждения владения русским языком истории России основным законодательством Российской Федерации с 1 января 2015 года, то бишь со следующего года, для тех иностранных граждан, которые планируют получить на территории Российской Федерации разрешение на временное проживание, виды на жительство, разрешение на работу или патент. Такой закон уже принят, подписан. В 115-й закон, закон о правом положении иностранных граждан, дополнен статьей 15 прим, который как раз и говорит об особенностях подтверждения владения русским языком истории России основным законодательством. Этим законом предусмотрен, что с 1 сентября 2014 года, возникает полномочия у Министерства образования уже по утверждению программ сдачи экзаменов, то бишь с 1 сентября со слов Министерства образования, они будут готовы принимать экзамены на знание русского языка, истории России основного законодательства. И, соответственно, те организации, которые, центры тестирования, которые будут полномочия принимать эти экзамены и выдавать сертификаты, они смогут это осуществлять с 1 сентября 2014 года. Соответственно, с 1 января 2015 года мы при предоставлении наших государственных услуг, то бишь госуслуг по выдаче решений на время проживания, выдаче видов на жительство, выдаче решений на работу, выдаче патентов, будем требовать наличия либо сертификата о знании русского языка, либо иных документов, которые предусмотрены законом, которые будут подтверждать знания. В этом же законе определен перечень категорий иностранных граждан, на которые не распространяются действия вот этих вот требований. Таким требованием в части трудовых мигрантов относятся высококвалифицированные иностранные специалисты и иностранные студенты, то бишь иностранные граждане, которые обучаются по очной форме обучения и получают решение на работу в порядке ст. 13.4, 115-го закона. Для разрешения на время проживания видов на жительство предусмотрено, что не требуется предоставление документов, подтверждающих владение русским языком и ст. России основного законодательства, если эти иностранные граждане являются участниками госпрограммы переселения, если иностранные граждане младше 18 лет, либо старше, насколько я помню, женщины 60 лет, мужчины 65 лет. Т.е. пенсионного возраста. Те, кто до 91-го года. Ну, нет, им предоставлять документ, подтверждающий владение русским языком, все равно необходимо, но этим документом является не сертификат о владении русским языком, знание истории России основного законодательства, а документ, полученный на территории Российской Федерации, документ об образовании, полученный с 1 сентября 1991-го года, либо документ об образовании, полученный на территории бывшего СССР до 1 сентября 1991-го года. Все. Спасибо. Киев, пожалуйста. Спасибо, спасибо большое. Еще у нас есть пару вопросов. В прессе у нас прошла информация, что для граждан Украины при пересечении границы с Российской Федерацией нужно будет предоставлять загранпаспорт. Разъясните, пожалуйста, эту процедуру, планируется ли действительно такое введение, или можно будет ездить по национальному паспорту. Спасибо. Давайте я поясню. Есть соответствующее поручение, чтобы перейти на загранпаспорта, на взаимные въезды по загранпаспортам. Но это не совсем наш вопрос, поэтому ФМС в этом направлении работает, но что-то конкретное пояснить мы на данном этапе и не можем. Что вопрос не нашего департамента. Я могу пояснить последствия такого пересечения границы. Указанный гражданин, получается, въехал на территорию Российской Федерации по национальному паспорту, а выехал по загранпаспорту. База ведет учет гражданина. Получается, указанный гражданин, который въехал на территорию России по национальному паспорту, он не выехал и нарушил под пункт 8 ст. 26 превышение сроков пребывания на территории Российской Федерации. Хотя он выехал по загранпаспорту, но база не может определить, кто выехал. Это два разных лица. Вот к чему может привести. То есть, по факту, человек не нарушал законодательство, а по базе он нарушил. Это исправляется, но по истечению определенного времени нужно обратиться к нам, и разбирательство ведется также в предусмотренных законном сроке. Вот последствия. Хорошо, спасибо. Еще один вопрос по поводу Крыма и граждан, которые не отказались от украинского гражданства до 18 апреля этого года. Скажите, что с ними будет? Насколько я знаю, что продлевать сроки отказа от украинского гражданства Россия не собирается. Что будет с теми гражданами, которые не отказались от украинского гражданства? Федеральным конституционным законам в соответствии с чем предусмотрено, что иностранным гражданам, которые не стали гражданами Российской Федерации, им будут выдавать виды на жительство в Российской Федерации. То есть, они будут получать виды на жительство, и с видом на жительство постоянно проживать на территории Российской Федерации, и иметь соответствующие преференции, льготы, которые даны для иностранных граждан, постоянно проживающих на территории Российской Федерации. Спасибо большое за ваши вопросы. Тогда давайте мы пока выясняем, что с Таджикистаном происходит. Давайте Москва. Пытайте. Здравствуйте еще раз. Мухаммадею Даврон, глава представительства Международной Федерации, общества Красного Креста и Красного Полумесяца. Вопрос тоже межсекторальный, но поскольку исполнительным является Федеральная миграционная служба, к вам. И хочу отойти от правил пребывания и обсудить вопрос вот и легальной трудовой деятельности, и ответственность работодателей в части медицинского обеспечения. Дело в том, что очень жесткие ограничения введены в части медицинских осмотров, туберкулеза, ВИЧ-инфекции. Мы знаем, что их вводит Роспотребнадзор исполнительный ФМС России. Вот в данном случае, как мы могли бы все вместе решить проблему, понимая, что основная часть нелегальной миграции именно из-за этих мотивов происходит, потому что часть нелегальных мигрантов, они как раз таки боятся быть выдворенным из-за туберкулеза, в частности. Это первая часть вопроса. Вторая часть вопроса, если трудовой мигрант въехал в Российскую Федерацию здоровым, прошел медосмотр, получил соответствующее разрешение на работу и в ходе своей трудовой деятельности заразился туберкулезом в силу недостаточных условий жизни и так далее, кто несет ответственность за его дальнейшее пребывание, какая ответственность у работодателя, какая предусмотрена законодательством соответствующая ответственность, потому что в конечном счете сейчас на практике опять вся нагрузка ложится на мигранта, даже если он заболел, инфекционным заболеванием на территории Российской Федерации, он подлежит выдворению вместо того, чтобы возложить вину на работодателя по созданию ему соответствующих условий. Если бы могли бы прояснить. Я хотел бы прояснить, во-первых, иностранные граждане не выдворяются, а депортируются. Процесс происходит, примерно таким образом, что если иностранный гражданин болен особо опасным заболеванием, либо ВИЧ-инфекцией, либо страдает наркоманией, то Роспотребнадзор в отношении него выносит решение о нежелательности пребывания и проживания на территории Российской Федерации. И в случае, если иностранный гражданин добровольно не покинул пределы Российской Федерации, то этот иностранный гражданин подлежит депортации. Мы, соответственно, депортируем иностранных гражданин, этим занимается ФМС России. Вопрос медицинских документов вполне урегулирован действующим законодательством. В прошлом году был издан соответствующий федеральный закон, в котором предусмотрено, что перенос этапа предоставления документов для граждан, прибыльшим в безвизовом порядке на территории Российской Федерации, с этапа предоставления таких документов для тех, кто осуществляет трудовую деятельность, получив разрешение на работу свыше, чем на срок времени пребывания с 30 дней, на этап подачи документов для выдачи разрешения на работу. Также предусмотрено, что для иностранных граждан, которые осуществляют трудовую деятельность на основании патента, с 1 января 2016 года будет введено также требование о предоставлении документов с 1 января 2016 года. Но в тех предложениях, которые мы сейчас разработали в рамках выполнения послания президента для регулирования патентной системы привлечения иностранной рабочей силы, мы этот срок сократили в наших предложениях, о которых мы подготовили. В части подачи документов полагаю, что это все урегулировано. Вопрос заболеваний на территории Российской Федерации, трудовые отношения между работником и работодателем как таковым контролирует рост труд. То бишь предоставление необходимых условий труда как таковых рабочего места в соответствии в соответствии с трудовым кодексом, с иными подзаконными под трудовой кодекс нормативно правильными актами, проведение профилактических осмотров, диспансеризация. Это вопросы как раз трудовых отношений, то бишь отношений между работником и работодателем, которые как раз и рост труд и контролируют. Я буквально с практической точки зрения, да, вот мигрант въехал, получил разрешение на работу, соответствующие медосмотры прошел, устроился на работу, работает, неважно, какие там отношения разные могут быть, и значит, у него выявляется туберкулез, он обращается в противотуберкулезную учреждение, выявляется туберкулез, в Роспотребнадзор идет извещение, вам приходят уведомления, чтобы его депортировать, соответственно, а вот где здесь ответственность работодателя, кто отвечает за то, что он въехал живым-здоровым, а сейчас будет депортирован, потому что ему работодатель не создал условий. Вот этот момент очень важный. Как раз-таки контроль за условиями труда работников, всех работников, в том числе иностранных граждан, лесбезгражданств, граждан Российской Федерации в условиях труда контролируют Роструд. Поэтому здесь компетенция Рострудов выявлять проблемные точки в рамках предоставления условий труда, той же заработной платы, условия предоставления отпуска, выходных контроль за этим осуществляет трудоинспекция, либо сам Ростуд, либо трудовые соответствующие инспекции в субъектах Российской Федерации. Поэтому, а мы, соответственно, исполняем ту норму закона, ту обязанность, которая есть у нас. Если Роспотребнадзор принял решение о нежелательности пребывания, проживания, а иностранный гражданин добровольно не покинул Российской Федерации, то мы, соответственно, обязаны его депортировать. Такая наша обязанность, и мы, соответственно, это выполняем. Буквально извиняюсь. Дело в том, что между выпиской вот этого уведомления и практическим выдворением или депортацией, которая не всегда, кстати, осуществляется, потому что по данным сотрудников ФМС, они говорят, что мы не всегда находим даже по месту регистрации этих больных. К сожалению, самая главная проблема не решается, вопрос эпидемиологические задачи, больной продолжает заражать местное население, потому что в день 20 человек заражает больным туверкулезом, и проблема не решается, поэтому я ее на будущее вбрасываю всем. Проблему надо решать, хотя бы для того, чтобы обеспечить безопасность населения в целом, потому что вот эта цепочка, она имеет такой замкнутый круг, который никому не понятен. Спасибо большое. Вопросы с Таджикистана, если можно. Спасибо большое. А, Алишер, да, даем удачи. Вам на вопрос. Пожалуйста. Спасибо огромное. Да, если слышно, мы представляемся из Таджикистана сотрудников миграционной службы. Передаю огромный привет нашим коллегам, которые мы сейчас вывели на экране, Павлу Шалюсу и Гавар Кандиловне. Очень рады вас увидеть в Москве. И у нас сегодня несколько вопросов, которые мы бы хотели обсудить с нашими коллегами из ФМС России. В первую очередь хотели бы уточнить, получали ли они заранее наши вопросники, которые мы составили и направляли, чтобы можно было предметно получить от них ответы. Вот, если не успели получить наши ответы и не подготовились к нему, я бы хотела просто сделать предложение, чтобы вот такие видеобрифинги, они очень-очень нужны для стран, которые направляют мигрантов. И вы не представляете, мы целую неделю, год, готовились к сегодняшнему мероприятию. По различным там моментам хотели услышать ответы, но, к сожалению, вот мы сейчас только увидели, что некоторые компетентные сотрудники ФМС России, то бишь из информационного управления и различных других не присутствуют, поэтому, получается, нет ответов на многие наши вопросы, которые мы подготовили. Вот, поэтому по части организационных вопросов в сегодняшнем мероприятии я бы хотела попросить Степана Анатольевича, если можно, инициировать еще раз повторно аналогичный брифинг на май месяца, с конец мая месяца, чтобы уже с той стороны экрана сидели в Москве и сотрудников ФМС именно уполномочены ответить на те вопросы, которые очень беспокоят нас, направляющих стран, мигрантов, вот, и в том числе пригласить, если это не трудно, конечно, представителей ФСБ России или пограниченной службы, потому что все-таки вот для нас конечно больно это слушать, что с каждой стороны 200 тысяч, 100 тысяч, у нас 72 тысячи населения, которые каждый день приходят в миграционную службу к нам и 6 утра просят дайте информацию, дайте информацию, я не в курсе, я не знаю, почему на меня поставлен запрет, потому что мы не знаем, как ответить, как успокоить, просто чтобы это не стало резонансным для всего населения страны СНГ, то что, да, поэтому я бы хотела этот, как его, и обе еще сделать предложение для ФМС России, если можно в вашем сайте указать контактные данные всех этих 10, кроме ФМС, организаций, которые имели право вносить сведения на запрет сотрудников, чтобы мы уже знали, по Роспотребному Союзу обращаемся туда-то, по налогам обращаемся туда-то, по МВД обращаемся туда-то, чтобы мы могли уже с населением работать, кроме ФМС, наших партнеров, еще 10 различными организациями, чтобы они в этом, в своем сайте дали их контактные данные для нас. И еще последовательно по организационным вопросам. Хотел бы попросить своих партнеров из ФМС России чуть-чуть доработали свою сервер, базу данных по запретникам. Там, кроме фамилии, имя, отчества, полные данные в отношении запретников получать невозможно. Там нет регион, там нет даты, там много информации, которые нас не интересовало, чтобы не предоставили гражданам. Это отсутствует, просто доработать. А сейчас я хочу нашему сотруднику дать микрофон, чтобы он один вопрос из конкретной практики нашей работы вам задал. вам спасибо. Здравствуйте, еще раз. У меня вопрос такой. Официальный спецы, который выездил на территорию Российской Федерации запрещен. Получил получил совсем на 1 октября 2013 года по линии Федерации. Уже прошло больше полгода, он уже старый. Как вы видите, это случайно? Продолжение следует... вопрос по поводу обновления списка лиц, которым въезд на территорию Российской Федерации не разрешен по тем или иным основаниям. Он относится к другому управлению, к управлению информационных технологий, которые обеспечивают работу как интернет-портала информационного, который на сайте ФМС России находится, так и ведут базу по всем странам. С территориальных органов стекается информация к ним. Опять Павел Усмом. Я могу постараться прояснить вопрос насчет обновления 2013 года. Насколько нам известно, раньше была такая практика до того, как у ФМС появилась на веб-сайте, что время от времени шел обмен на внешних носителях базы данных по линии ФМС. И тогда вставал вопрос, что происходило раз в кварталы, раз в полгода, и поэтому списки не обновлялись. Сейчас этот вопрос по линии ФМС снят, потому что можно в режиме онлайн посмотреть на веб-сайте ФМС. Параллельно тоже, насколько нам известно, идет обмен по линии ФСБ между ФСБ России и ФСБ Таджикистана. По крайней мере, мы знаем, что Поверечная служба Таджикистана по своей ведомственной линии получает эти списки от ФСБ Российской Федерации, но в том же режиме на внешних носителях время от времени. И, кажется, скорее всего, вопрос этого касается. Тут нужно было бы, наверное, обратиться в пограничную службу Таджикистана, посмотреть, когда можно было этот вопрос решить. Или есть, мы тут обсуждали, то есть в Гавхаре, есть такой в формате СНГ орган, который называется Совет главнокомандующий пограничных войск СНГ. Если на повестку вот этого Совета вынести вопрос именно обмена данных между ведомствами ФСБ, в смысле пограничными ведомств, тогда можно было бы как-то поднять. А возвращать с этим вопросом к коллегам с ФМС немножко по пятому кругу сложно, потому что они не в компетенции ответить на этот вопрос. Я могу сказать, что по нашей практике, и это не касается ни одной страны отдельно, что коллеги пограничники достаточно сложно разделяют свою информацию в силу того, что она имеет специфический характер. И сложно разделить информацию с коллегами из других ведомств, в том числе и миграционными службами, трудом, МВД, и все третье, четвертое. Поэтому может все-таки оптимальным было бы вынести как-то достучаться до этих двер, вынести на повестку региональных структур пограничных служб, чтобы они между собой этот механизм наладили. А в дальнейшем когда пограничники таджикские получат из Кыргызстана или из Узбекистана получат эти данные, тогда уже на местном уровне могу ее распространять и делать для нее доступ. Конечно, это не самый оптимальный вариант, это немножко переведение стрелок в другую сторону, но мы пытаемся найти более оптимальный вариант решения вопроса с того, что есть, с той реальностью, которая вокруг нас. Мы пытались как МОМ достаточно как бы интенсивно даже налаживать вот обмен опытом на местном уровне между пограничниками в Республике Таджикистан и иммиграционной службой в Республике Таджикистан. И там как бы потенциал для взаимодействия есть, но естественно есть элементы, которые нужно будет доработать. Поэтому здесь, наверное, на это направление нужно было бы сосредоточиться. Если я ответил на ваш вопрос. Спасибо. Павел, у меня такое предложение. Может быть, вы можете какие-то прокомментировать вопросы в письменном виде, которые пришли от таджикской стороны, а потом мы вернемся в Душанбе и будут дополнительные вопросы. По поводу первого вопроса о порядке составления списка лиц, подлежащих выдворению и депортации из Российской Федерации со стороны ФМС России, ФСБ. вопрос в принципе непонятен в плане какого списка списка полностью лиц в плане он составляется по мере вынесения решения о принятии решения выдворения либо депортации. Насчет ФСБ России я информацию предоставить не могу, но насчет ФМС России также лица вносятся в базу ФМС России инициатором неразрешения въезда либо выдворения депортации является ФМС России. Также дальше идет разграничение по другим структурам. У нас эта информация не содержится, поэтому в случае обращения ФМС России мы предоставляем информацию, что если у нас нет указанного гражданина, то мы пишем, что инициатором неразрешения въезда ФМС России не является. Поэтому там дальше уже надо искать, кто является инициатором въезда. Самый лучший вариант, как мы уже говорили, в ФСБ России, так как вся информация об инициаторах стекается там. по поводу второго вопроса режим обмена информацией в онлайне наши коллеги уже пояснили. Какие министерства и ведомства России уполномочены предоставлять информацию о допущенных правонарушениях иностранным негражданам? Какая процедура внесения иностранцев в базу данных запретников? В базу данных, вернее, в список лиц, которым не разрешен въезд в Российскую Федерацию, инициатором которого является ФМС России, иностранный гражданин либо лицо безгражданства вносится сразу после совершения наступления основания неразрешения въезда. То есть, если у него есть в случае под пункт 4 ст. 26 и 114 Федерального закона наличия двух и более административных правонарушений за последние три года, база выделяет указанную категорию граждан, как граждан, в отношении которых необходимо принять решение. И каждый территориальный орган, выявивший указанное нарушение, рассматривает индивидуально каждый случай, принимает разрешение о неразрешении въезда, в электронном виде указанной информации направляется в то управление информационных технологий, которое обрабатывает эту информацию и выгружает ее в Федеральную службу безопасности, которая впоследствии и указанное представление выгружает в электронной форме в единую свою базу пограничную, и человек там находится до тех пор, пока не исчет срок разрешения въезда. По поводу уведомления, мы уже сообщали, что обязанности ФМС России по уведомлению законом не предусмотрено. Право обращения в суд иностранного гражданина с целью защиты своих прав. Павел Олегович уже сообщал об этом, что законом Российской Федерации предусмотрено такое право, никто его не лишает иностранных граждан. Единственное, как Павел Олегович ранее пояснял, в случае, если о неразрешении въезда иностранных гражданин узнал уже за пределами Российской Федерации и въехать он уже не может, то посредством своего законного представителя естественно надлежащим образом оформленной доверенности. По вопросу шестому, какими нормативно-правными актами Россия регламентируется права трудящихся мигранта на защиту своих прав и интересов на случай неправомерного отношения чиновников незаконного выдворения необходимо здесь понять в отношении каких чиновников, если это должностные лица федеральной миграционной службы, то, соответственно, если они неправомерные действия совершают, то мы такие должностные лица привлекаем соответственно к ответственности либо к дисциплинарной, либо к административной, либо к уголовной, потому что есть различные степени вины и различные нарушения, есть административные правонарушения, соответственно, лицо подлежит административной ответственности, в том числе должностного лица ФМС России, если он совершил уголовное преступление, соответственно, он будет привлечен к уголовной ответственности, в соответствии с уголовным кодексом, уголовно-процессуальным кодексом. Если он совершил должностной проступок, то, соответственно, он будет привлечен к служебной ответственности, ему будет назначена соответствующая мера взыскания дисциплинарного. Если незаконно выдворен, то вопрос это не совсем наш. Мы не осуществляем процедуру административного выдворения, если об этом идет речь. Административное выдворение в соответствии с решениями суда осуществляется в Федеральной службе судебных приставов. А говорить о других органах исполнительной власти, которые, может быть, не правомерны, не совсем законно себя ведут в отношении иностранных граждан трудовых мигрантов, то это вопрос, соответственно, к тем федеральным органам исполнительной власти, которые осуществляют контроль за своими должностными лицами. То бишь, если это трудовые отношения и контроль за трудовыми отношениями ведет Роструд, если это нарушение трудового законодательства, то есть, соответственно, и должностное лицо труды инспекции, или должностное лицо Роструда, ну, соответственно, тоже несет ответственность. В нашем законодательстве предусмотрена мера ответственности за действия, неправомерные действия или бездействия, соответственно, как наших должностных лиц, так и должностных лиц других федеральных органов исполнить власть и органы исполнить власть в субъектах Российской Федерации. Седьмой вопрос. У нас пояснит Людмила. Что касается седьмого вопроса, небольшая справка. Хотелось бы отметить, что по поручению правительства Российской Федерации ФМС России разработан проект федерального закона об адаптации и интеграции мигрантов Российской Федерации. Цель законопроекта – создание правовых основ для организации работы государственных органов по включению мигрантов в жизнь российского общества. В принципе, проект федерального закона сейчас находится, по-моему, на стадии общественной. С текстом, проектом федерального закона можно ознакомиться в интернете, в открытом доступе. Также, что касается проектов, то в сентябре по инициативе ФМС в Тамбове и Оренбурге были открыты центры по социальной адаптации трудовых мигрантов. Тоже один тип из центров, можно подробнее прочитать у нас на сайте. Это что касалось вопроса седьмой. По восьмому вопросу, как мы уже заметили, что у нас в основной делегация ФМС представлена специалистами комитетами трудовой миграции и незаконной миграции. Насколько я поняла, что здесь можно ответ «да». Он может сохранить гражданство, но лучше такой вопрос, конечно, обсуждать с компетентом. А, Роман. В принципе, Людмила права. Действительно, лучше, чтобы у нас был представитель профильного управления, потому что там могут быть какие-то нюансы. Ну вот, у меня просто текст с собой этого закона. И действительно, внесена там часть 2 прим в статью 14 закона о гражданстве Российской Федерации. И там оговорено, это прямо, отказ от гражданства иностранного государства не требуется в случаях, предусмотрен международным договором Российской Федерации. То есть, с высокой степенью вероятности, не требуется отказ от таджийского гражданства. По поводу вопроса о... Так, большинство граждан республики Таджикистан совершили незначительные административные правонарушения. Нельзя ли рассмотреть вопрос об отмене указанных решений о неразрешении въезда? Хочу пояснить, что закон, в соответствии с которым принимается решение о неразрешении въезда, административное правонарушение является значительным или незначительным. Сам факт совершения административного правонарушения, даже если это, грубо говоря, переход не в положенном месте, уже является основанием для принятия решения о неразрешении въезда. Я хотел бы еще допомнить, что у нас и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, он не предусматривает разделение по аналогии с уголовным кодексом административных правонарушений на незначительные, значительные или более значительные. И даже в контексте совершения нарушений в рамках безопасности дорожного движения, вот здесь может речься как о переходе в неположенном месте пешехода, он тоже создает угрозу безопасности дорожного движения, либо превышение скорости. Никто же не знает, какая может быть дорожная ситуация. Проезд на красный свет – это тоже нарушение, которое может повлечь тяжкие какие-то последствия. Поэтому клапни ставят, не разделяют, поэтому мы исходим из того, что если законом предусмотрена норма, то мы должны выполнять соответствие с этой нормой. Спасибо большое коллегам с ФМС. Я бы хотел, если можно, так направо, потому что я знаю этот вопрос, по крайней мере, к нам в МАМ очень часто поступает, именно с какой тяжелости административные нарушения уже квалифицируются как то, которое потом повлечется всей последствией. Я знаю, что только сейчас это было прекрасно, но я бы хотел просто на это обратить внимание коллегам в других странах, что мы говорим здесь. И если я правильно подтверждаю, что любое административное правонарушение по любому параметру, если мы говорим про то, что машина запаркована не там, где положено, если мы говорим о том, что, например, парковочный билет не сделан, курение в общественном недозволенном месте, переход не там, где положено, любое административное правонарушение без разделения там, потому что иногда мы сталкиваемся с такими запросами, что, а я слышал, что там любое от суммы штрафа там какого-то, такого нету, любое как бы с самого начала. И второй вопрос, если вот штраф, если меня штрафовали, если вот я как иностранец оплатил эти два штрафа, это у меня по-любому в списке оставляет? Или это акпаналили? Я думаю, это очень шоссественный вопрос для коллег в других странах. Под пункт 4 ст. 26.14.14 запиши двух и более административного правонарушения за последние три года. То есть для нас не имеет значения, были ли они оплачены, либо не оплачены. Я просто хотел дополнить тем, что оплата административного штрафа по вынесенному постановлению по делу об административном правонарушении, оно само по себе, оплата, не является основанием для того, чтобы признать, что как бы человека, не совершавшим административное правонарушение. То бишь это последствия. Сначала человек нарушает действующее законодательство. В случае, если за нарушение действующее законодательство установлена административная ответственность, то человек привлекается к административной ответственности. Неважно, это гражданин Российской Федерации, иностранный гражданин, лицо без гражданства. Оно привлекается к административной ответственности, должностное лицо, который привлекает, либо суд, который привлекает к ответственности, выносит соответствующее решение, если решение является штраф, соответственно, тем лицом, в отношении которого вынесено решение о наложении штрафа, обязаны его оплатить. Если оно не оплачивает его, то уже здесь вступает другая норма закона, за неуплату штрафа следует административный ответ по статье 20.25 ФОАП. Поэтому сама по себе уплата штрафа не ведет к тому, что человек не считается уже подвергнутым. Можно, я постараюсь с таким самым простым языком даже коллегам, как бы изложить то. По сути получается за любое административное правонарушение, которое зафиксировано и оформлено, потому что, конечно, можно пройти на, если полицейского не было, тогда это уже другой. В таком случае за любое зафиксировано и оформлено, вне зависимости оплаченных штрафов нет, человек может быть внесен в базу данных и может им не иметь смысла, скорее всего, будет внесен в базу данных и не будет иметь возможности заехать в Российскую Федерацию после того, как он из них выехал. В течение за два, так если было такое, два случая в течение трех лет. Теперь, хорошо. Теперь, естественно, человек должен оплатить штраф. Даже если он оплатил штраф, это не меняет вот этой ситуации. Если он штрафа не оплатил, насколько я помню, в самом вот этом листочке, который получается, в случае иностранного гражданина, тогда к нему может быть приведена процедура выдворения, если я не ошибаюсь. Поэтому, на бытовом уровне, если кто-то сделал два административного правонарушения и оплатил штраф, по-любому он не сможет заехать обратно, если он выедет. Если он сделал и не оплатил, тогда его могут и что дополнительно попросить выехать из страны, правильно? Момент в том, что если иностранец, иностранный гражданин лицом без гражданства совершил два административного правонарушения, то может быть в отношении его принято решение, не разрешение въезда. То бишь, это не обязательность. У нас 26-я статья 114-го федерального закона говорит о том, что иностранному гражданину может быть не разрешен въезд в Российский Федеральный, если он совершил два и более правонарушения в течение трех лет. То бишь, ФМС России в каждом конкретном случае, должностные лица наших терроров в каждом конкретном случае принимают решение. То бишь... А это не автоматически? Нет, это не идет не автоматически. Не на автомате, потому что должностное лицо, которое принимает решение, оно, соответственно, берет на себя часть ответственности. Да, какой-то, потому что, так как на него возложены полномочия, он принимает решение, исходя, и не только из-за тех оснований, что он совершил правонарушения на странах гражданина. Павел, а можно узнать, а сколько... На решение ФМС. Хотя они совершили два и более правонарушения. Вы сказали, может быть запрещен. Вот кому не запрещен въезд? Не автоматически все. Нет, он все не автоматически. Принятия решения нет. Есть должностное лицо, которое принимает решение. И это должностное лицо, соответственно, несет... Недрах ФМС. Территориальное лицо территориального органа ФМС. Мы рассматриваем жалобы и, соответственно, принимаем решение. Либо удовлетворить жалобу, либо не удовлетворить жалобу. Коллеги, у нас мало времени осталось. Давайте еще дадим слово Душанбе. Может быть, какие-то дополнительные вопросы? Пожалуйста, Душанбе. Вот там с зала подступил вопрос на счет Москвы и Питера. Можете прояснить для коллег? И все. Пожалуйста, Душанбе. Вопросов нету. Огромное вам спасибо за исчерпывающие ответы на наши вопросы. Огромное спасибо, коллеги. Непознательные. Павел, Павел, Ваши вопросы. Я прокомментирую. Вопрос поступил о том, что за одно правонарушение совершено территорией Москвы, Московской области, МИД Москвы и Ленинградской области. Правильно вопрос был так. Принимается решение решения въезда. Но оснований для принятия решения решения въезда за совершение одного правонарушения нет. Может быть, просто вопрос в том, что принимается решение об административном выдворении за пределы территории Российской Федерации. Такие нормы в подлесе Российской Федерации в административном правонарушениях есть. И для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области суд принимает решение об административном выдворении. Соответственно, после выдворения иностранный граждан не может въехать. Не может получить разрешительный документ, дающий прав на проживание, пребывание, либо трудовую деятельность. Это различные основания. У нас есть различный дифференцированный подход к самому процессу. Скажите, пожалуйста, бывает, естественно, есть исключения из правил. И бывают случаи, когда закрывают въезд студентам-очникам, и они сами не являются инициаторами правонарушения, передали документы в департамент по работе с иностранными учащимися. Сотрудник вовремя не передали документы ФМС. Соответственно, им закрыли. Они уехали домой и не могут вернуться. Вот в данном случае порядок обжалования. Люди, которые не имеют здесь знакомых, как они могут обратиться из стран к отправлению? То есть как они вот эти проблемы решают? Ситуация такая проблемная. Что касается категории студентов, проходящих очную форму обучения, к нам обращаются руководители учебных заведений, прикладывают справки о том, что указанный студент проходит обучение. Естественно, проверяется основание неразрешения въезда. В случае, если решение принято в связи с нарушением сроков пребывания Российской Федерации, то, как вы сказали, в большей степени студент не является виновным. Поэтому руководителям принимается решение об отмене решения неразрешения въезда, для того, чтобы иностранные студенты продолжали обучение на территории Российской Федерации. Это касается только студентов очной формы обучения. То есть непосредственно в ГУЗе должны возбудить фазы? Иностранные граждане, если имеют возможность, как вы сказали, нет возможности написать обращение, то сам предоставляет справки, вот как вы приготовили там копии студентских билетов, и пишет суть проблемы. Все рассматривается и принимается решением. Обращаемся в ФМС России. ФМС России. Да, федеральный уровень. Если есть информация о территориальном органе, не принявшем решение, точно так же можно. Но в большинстве случаев информации у студентов такой нет, потому что он может проходить обучение в одном субъекте Российской Федерации, а выезжать через другой субъект Российской Федерации. И в большинстве случаев решение неразрешения въезда, нарушение выявляет тот территориальный уровень, через который он выехал. Поэтому, чтобы не затягивать, лучше всего. А контакты, вот куда обратиться? В данном случае в приемную ФМС или, может быть, в другие департаменты? Ну, департамент по организации работы со стороны гражданин. То есть к вам? Да. И еще вопросы в Москве, пожалуйста. У меня такой вопрос, несколько вопросов. Значит, во-первых, есть ли статистика, ну, хотя бы долевая статистика, сколько из этих вот там 700 с лишним тысяч, кому закрыт съезд за административные правонарушения? А кому за административные правонарушения не в сфере миграции? То есть вот именно те, которые вызывают больше всего вопросов. И в продолжении, поднимался ли вообще в недрах ФМС или вот каких-то вопросов о том, чтобы если как-то изменить эту норму, ну, может быть, в плане поправки, потому что, ну, такого не существует нигде в мире. То есть если человек законопослушен, и да, он нарушил какие-то вот такие правила, и он заплатил штраф, он уже один раз наказан. Здесь получается двойное наказание за одно и то же, что, в общем, ну, прецедентов таких нет и не должно быть. Вот рассматривалось ли как-то это вот по первому вопросу. Второе. Получение паспортов в Крыму и в Севастополе, российских паспортов, требует ли оно отказа от украинского гражданства и сдачи украинского паспорта? То есть по новому закону о гражданстве и упрощенном там написано четко, что требуется, кроме вот там двух исключений, если невозможно, и если есть соглашение. С Украиной такого соглашения нет. Вот как сейчас они в данный момент получают паспорта, они сдают украинские и пишут отказ? Или этого не требуется? Спасибо. Давайте я отвечу. Ну, у нас статистики по себе о тех иностранных граждан, которым закрыт въезд и категории, и оснований для закрытия въезда в настоящее время с собой нет, поэтому вопрос мы пояснить не можем. Вопрос, ходил ли в недрах ФМС, прорабатываются ли предложения по изменению под пункта 4 статьи 26? Мы также пояснить не можем, потому что... Ну вот, я об этом... Мы такой вопрос, наш департамент, насколько я знаю, не проработал. Не в нашем отделе, не в управлении организаций контрольно-надзорной деятельности. Вот. По вопросу гражданства, но опять же, у нас гражданство курирует управление по вопросам гражданства. Мы занимаемся иностранными гражданами и вопросами их въезда, пребывания, проживания, трудовой деятельности, визы в части, касающейся ФМС, и госконтрольным надзором за ними на территории Российской Федерации. Поэтому вопросы о выдаче паспортов граждан Российской Федерации, в том числе на территории Крыма, это не совсем наш вопрос. Ну, Павел, пожалуйста. Павел, по-видимому, это все-таки вопрос к вам. Я немножко хочу отойти от темы нарушений и так далее. Вопрос аренды жилья иностранными гражданами на территории России. На одном из последних консультативных совещаний в ФМС сказали, что теперь человек не может самостоятельно арендовать жилье, он должен получить это жилье, будет арендовать для него работодатель. Под этим еще это не заработало, а уже людей выгоняют из квартир, за которые ему наперед заплатили без возмещения ущерба. То есть приходят участковые, их просто выгоняют в рамках борьбы с резиновыми квартирами. Вот будет ли такая мера, и не кажется ли вам, что она еще больше запутает ситуацию с легальным пребыванием трудовых мигрантов в России? Я подчеркиваю, трудовых мигрантов. Здесь вопрос не совсем понятен с точки зрения того, что если иностранный гражданин, в том числе трудовой мигрант, приехал в Российскую Федерацию, то обязанность, вот в случаях, если это миграционный учет, мы говорим о миграционном учете, обязанность по постановке иностранного гражданина на миграционный учет возникает у принимающей стороны. То бишь, вот если я гражданин Российской Федерации, вы иностранный гражданин, вы приезжаете в Российскую Федерацию ко мне, то я обязан в течение семи рабочих дней, в общем порядке, в течение семи дней, обязан направить в ФМС, в сероорган ФМС, уведомление о постановке вас, сообщить, то бишь ФМС, то что вот вы приехали ко мне, и вот вы будете у меня пребывать. ФМС вносит изменения. Вопрос у нас временно пребывающий в России, он пребывает, временно проживающий постоянно проживающий, он проживает, поэтому здесь тоже непонятен вопрос, потому что вот... А если он пребывает в том месте, в котором есть информация у нас, допустим, есть информация о том, что он пребывает по улице, допустим, Академик Королева, дом 20, квартира 286, и у него есть с принимающей стороной, ну может арендное отношение, она совершила все действия, как принимающая сторона, и он там проживает, то его фактически выгнать в законы не имеет права, потому что договор аренды позволяет ему там находиться, принимающая сторона все исполнила, даже если принимающая сторона не сообщила ФМС, это не обязанность иностранного гражданина нам сообщать о том, что он прибыл в место пребывания, потому что обязанность по уведомлению у нас возникает у принимающей стороны, поэтому иностранный гражданин не несет ответственности вот в этом случае. Можно вопрос вот примерно из той же серии, а если у иностранного гражданина здесь есть квартира, и он приезжает в свою квартиру, он может быть и принимающей, и приезжающей стороны? То он должен сам, если он в эту квартиру пребывает, да, и приезжает в эту квартиру, то он должен выполнить обязанность, как принимающей стороны сообщить нам о том, что он прибыл в место пребывания. Случаи из практики, некоторое время назад я пыталась это сделать, в территориальном органе мне сказали, что в документе, ну он такой, две стороны, принимающая сторона, приезжающая сторона, так вот на двух сторонах этой бумажки не может быть одного и того же человека. Теперь уже может?